Привет, друзья, с вами Ваимс, я продолжаю проходить Afterbirth, и сегодня я хочу поиграть за Лилит. Я не уверен, что у меня за неё пройден босс раш на самом деле, то есть написано, что пройден, но возможно это баг импорта, потому что за кипера у меня тоже написано, что пройден босс раш. Так что не уверен насчёт этого. Так что я попытаюсь за неё пройти босс раш, я попытаюсь за неё пройти мега сатану, и всё тому подобное. Я даже не знаю, наверное нет. Рандомные выстрелы это, конечно, весело, но это не очень эффективно. Так что, наверное, всё-таки я просто не буду брать этот предмет. Может быть я найду Д6 или Пертрон на этом уровне? Вряд ли. Так что, скорее всего, я просто не подбираю предмет. Что не очень хорошо, стоило бы просто рестартовать, и я, наверное, это и сделаю. Потому что пропускать предмет на первом уровне это плохая идея, а тратить время, чтобы там найти его, ну, попытаться найти Д6 или ещё что-нибудь, это тоже не самая лучшая идея. Ну да ладно. За лилит у меня нет обычной атаки, но у меня есть миньон, инкуб, который стреляет за меня моими обычными выстрелами с моими обычными модификаторами. И у меня есть предмет активный, который удваивает всех моих миньонов. Ну, он не удваивает, он добавляет по одному каждого. То есть, если у меня и так есть два инкуба, например, что может случиться, то оно сделает не четырёх, а всего лишь трёх. Но всё-таки. Я хочу перед боссом ещё одну комнату пройти, чтобы у меня был заряжен этот ящик. И потом посмотрим. Поскольку я размножаю миньонов, то миньоны — это довольно хороший вариант игры за лилит. Но, с другой стороны, ценных миньонов в игре не так уж и много. Так что, если я найду ещё одного инкуба, то это хороший вариант, что взять. Литл Бримстоун. И практически всё. Ну, может быть, ещё гнилой ребёнок, который мук спавнит. Он тоже пригодится. Зато вот очень неплохо было бы набрать всяких предметов, которые... которые улучшают мой активный предмет. То есть, это удвоение его эффекта, это скорость перезарядки там и всё тому подобное. Потому что мой активный предмет — это очень-очень хороший источник урона. Скоростреленность и скорость выстрелов — это неплохо. И предмета я ещё не нашёл, так что выходить рано. Также второй мой стартовый предмет — Камбин Концепшн — это такая фиговина, что при получении урона какое-то фиксированное количество раз, по-моему, за каждые 15 получения урона, я спавню себе тёмного миньона. одного из некоторого списка. Там инкуб, суккуб, тёмный бомж. Самая, наверное, полезная. И ещё там парочка. Ммм, как удачно. Синее сердце халявное. И бесполезная хрень. Это активный предмет, так что нет. Оно чармит вообще. Но оно мне совершенно не нужно. Ну ладно. Первый уровень. Не то, что прям совсем неудачный, но не суперудачный, скажем так. Я подобрал половинку сердца в итоге и скоростреленность. Ну хотя бы босс был лёгким. Но с другой стороны, урон у меня всё ещё довольно хреновый. Ну, ещё я подобрал кучу ключей, что пригодится. Окей, батарейка. Это хорошо. Но мне не помешала бы бомба. Залилит играть не очень удобно, потому что миньон стреляет из себя, а не из меня. То есть мои выстрелы летят не совсем оттуда. Откуда я предполагаю, что они будут лететь. Я, конечно, подберу это, но оно абсолютно бесполезно. Оставляет за мной след из слёз. Ну, из дамага, грубо говоря. Но оно очень слегка дамажит и довольно быстро пропадает. Чёрт. Бум вообще нет. Это печально. Я ненавижу этих пауков, которые испавнят пауков. Так что я применю ящик. А, бомба. Ну, применю я его в основном, потому что здесь есть батарейка. Скорее всего, босс в этом направлении. Ммм, хочу ли я заходить в комнату с проклятием? Наверное, да. Ещё бомба. Ну, я зря хотел сюда заходить, но всё-таки. Я не буду возвращаться и взрывать тот сундук, который был далеко внизу. Лучше сохраню эту бомбу для чего-нибудь более полезного. Не факт, что я найду что-нибудь более полезное. Ну, не факт, что я найду что-нибудь полезное на этом уровне. Но когда-нибудь я, наверное, найду что-нибудь типа там секретного камня или или ещё чего-то из этого разряда. Окей. Босс. Литл Хорн. Достаточно нормальный босс. Я не против. Если бы он ещё чаще себя взрывал, было бы вообще хорошо. Ну, да. Преимущество Лилит на первых уровнях это удвоенный ДПС против боссов. Потому что у меня два миньона, каждый из которых стреляет как тот же Айзек с его базовым ДПС. Я возьму сразу же сердце и я не возьму тень. Да, это не лочит сделки с дьяволом. То есть я, может быть, буду получать комнату с ангелом. Но посмотрим. Может быть, это более хороший вариант. Но пока что мне в целом не везёт с предметами. Надо было, наверное, рестартнуть вообще на первом уровне ещё. Потому что я получил шуруп этот, да, но он недостаточно ценный. Окей. Упс. Ну, это его убьёт. Так что я не сильно против. Чёрт. Я почему-то совершенно не помню, что это... Что именно этот шприц сделает. Я помню, что он даёт скорость выстрелов и ещё что-то. Вроде бы. Ну ладно. Возможно, скорость выстрелов и урон. Тогда я зря его... Нет, вроде не... Урон и скорость выстрелов это другое. Пермоняк это немножко более интересно. Иммун к взрывам плюс 5 бомб. Упс. Чёрт. Да. Ладно. Это, конечно, было плохо, но мне как-то лень было там ждать и умерять. Я хочу быстрее эту комнату пройти. Я хочу быстрее вообще этот уровень пройти. Ну и как бы мне... Нифига себе, оно живуче. Мне и надо спешить, потому что мне нужно... Мне нужен босс раш. Наверное. Может быть. Я бы хотел на него попасть, по крайней мере. Но, с другой стороны, мне нужно быть достаточно сильным для этого босс раша. Ну и плюс к тому же то, что я спешу, это означает, что я чаще получаю урон, потому что я спешу и не особенно пытаюсь уворачиваться. Это означает, что, возможно, этот ран скоро закончится и я смогу его начать заново и, может быть, получить более хорошие предметы. Я как-то не особенно привязан к этому рану, учитывая, что у меня ничего особенно полезного нет пока что за три уровня. Да. Ну ладно. Он не такой уж и плохой, но он при этом и не хороший. А, чёрт, не получилось. Ну ладно. Хотя бы я ничего не потерял в этой комнате. Может быть, этот ран будет получше. Упс. Ненавижу прыгающих врагов. Окей. Большая комната, в которой нифига нет. Э, нокбэк. Неправильный нокбэк. Ну или, может быть, не нокбэк. По-моему, от нокбэка я затолкал в себя эту хрень. Ну, может быть, оно и так в меня попало бы. Ну, посмотрим, что в этот раз будет моим предметом. Ммм, я за. Шоколадное молоко мне очень нравится. Позволяет мне заряжать мои выстрелы. То есть, я держу кнопку и стреляю больнее. Стреляю я, по-моему, в четыре раза больнее или в три с половиной. По-моему, в четыре. Если полностью зарядить. Это очень неудобно с инкубом. Потому что, поскольку я стреляю редко, мне как бы стоит получше целиться. А получше целиться с ним не получается, потому что он стреляет хрен знает откуда. Ау. Ну, что поделать. Открою сундук. Я зря открыл сундук, но пофиг. Да, наверное, все-таки это было плохой идеей. Потому что инкуб это такой миньон, который полезен своей скорострельностью и пилотностью огня. так что делать его менее скорострельным и более дамаговым это, по-моему, не так уж хорошо. Я могу, конечно, спамить. Это получается быстрее и слабее, чем чем без шоколадного молока. Ну, или я могу чуть-чуть держать, чтобы оно было примерно так же и примерно так же. Ну, ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Урон и скорость или урон и скорость? Урон и скорость, по-моему, да, я взял. А белый шприц это тогда получается скорость и скорость выстрелов. Так что я не зря его реролил в прошлый раз, потому что скорость и скорость выстрелов мне не очень нужны. Окей. Мне нужны ключи. Ну, вот. Ключи есть. Теперь мне нужны комнаты с предметом. Ну, одна комната с предметом. Шоколадный молокоп поначалу позволяет ваншотить многих врагов в этом польза. Ну, и не только в этом. И не только поначалу позволяет ваншотить, но в этом особенная польза, скажем так. окей, таблетка, будь хорошей. Оно, по-моему... Да, оно не работает на инкуба. Ура. Хорошее оно, конечно, не оказалось, но хоть что-то. Хотя бы это не понижение чего-нибудь, скажем так. Я зайду сразу к боссу. Монстру. Монстру это не сложный босс. И это довольно хороший для моего стапа босс, потому что он не особенно подвижный. Ладно. В основном ради повышения жизни. И пентаграмма тоже, ладно. Повышение урона. Ну, пока что этот ран идет неплохо. Я не смогу воспользоваться комнатой жертвоприношения на этом этаже. То есть я могу один раз туда зайти и получить урон, но это не самая лучшая идея. Но, надеюсь, я найду еще одну такую комнату где-нибудь позже. И у меня тогда будет побольше сердец и источник их восстановления, например, или еще что-нибудь подобное. магнит мне не нужен. И это тоже. И это туда же. Мешок с бомбами тоже не нужен. Да что такое? Ладно. Примените один раз. Черт. Технология 0.5. Ну, это лучше, чем все, что было до этого. Но оно не работает за лилит. Окей. Это хуже, чем все. Ну, не хуже, но примерно так же, как все, что было до этого. Я не знал, что оно не работает. Но теперь я знаю, что за лилит не работает. Технология 0.5. Потому что я не могу стрелять. Ну, ладно. Ох ты, какой огромный паук. Если бы он был крабом, можно было бы стрелять в его уязвимое место для огромного урона. Но, увы. Я могу это просто так взять? Нет. Черт. А я надеялся. Ладно. Эта комната стоит того, чтобы удвоить миньона. Так, она будет заметно быстрее. Ну, хотя, учитывая, что я их с одного убиваю, она незаметно быстрее. Ну, пофиг. Окей. Окей. Батарейка. Батарейка, это хорошо. Комната с кучей пауков, это тоже довольно хорошо, когда я их убиваю с одного. И маска, ну, допустим. Шанс не получить урон от выстрела. То есть, если у меня попадает выстрел, то с некоторым шансом он не наносит мне урона. Довольно полезная штука. Черт, я ненавижу эту комнату. Но нужно помнить, что она только для выстрелов работает. То есть, контактный урон я все равно получаю. Окей. Я стал больше. Это не влияет на мой хитбокс, но все равно неприятно. Это влияет на то, что я вижу на экране. Окей. Пауков, конечно, все равно очень неудобно убивать. Даже когда я их с одного убиваю. Потому что я стреляю не из себя. А из тупого миньона. Есть предмет, который... Тринкет, который это делает немножко удобнее, потому что миньоны летают ближе ко мне от этого тринкета, но у меня его нет, естественно. нет. Окей, успел. Так, ну... Я хотел бы заглянуть в магазин. Если я переживу этот бой. Ну, я пережил этот бой. А еще скорострельность и скорость выстрелов. Неплохо. Ой, я совсем хотел бы заглянуть в магазин. Мне даже не придется ничего там взрывать. Черт. Окей. Ну, еще один ран. Может быть, он будет более удачным. Ну, шоколадное молоко мне, в принципе, не нравится на этом персонажа. Так что я тоже не был особенно привязан к тому рану. Но я, да, тупо зацепил шипы. Я не думал, что их задену так. Окей. Где мой предмет? И где мои бомбы? Вот мои бомбы. Отлично. У меня все равно и так куча разноцветных сердец. Так что нет особого смысла не подбирать синие. Потому что у меня и так есть черные, а черные ценнее синих. Ну, они, по сути, являются синими, только еще дополнительные эффекты имеют. Я не помню, что делать помада. Возможно, увеличивает мой урон за каждый темный предмет, который у меня есть. Не уверен. Там конкретный список темных предметов. Что-то такое было, но я не уверен, что это именно помада делает. Но есть какой-то тринкет, который вау. Который увеличивает мой урон. В зависимости от того, сколько у меня не в принципе дьяволь всех предметов, а там конкретные учитываются только. какой-то литовый хорн в этот раз опасный. Обычно с ним меньше проблем. И дальность, которая нафиг не нужна. Ну, я еще не нашел предмет. Но, возможно, я рестартную этот уровень. Если предмет не будет ничем хорошим. Да, блин. Если я вообще до него смогу дойти. Если меня еще раз перекинет из этой комнаты, то я сразу жму рестарт. Или если меня перекинет из предмета, когда я пытаюсь у него зайти. Я ненавижу луберинт, он тратит мое время. Вместо того, чтобы делать что-то полезное. Ну, проклятия не должны, наверное, делать что-то полезное, но все-таки. Окей, и это бессмысленная хрень. Это бомж, который собирает ключи. Это тоже бессмысленная хрень. Как хорошо, что я сразу могу рестарт нажать. Черт. Да, блин. Ну, хотя бы. Хотя бы так. Не думаю, что до меня там достанет что-нибудь. Угу. Секретки нету, но пофиг. Не хочу здесь быть. Да, я настолько не хочу там быть. Это долгая комната и... и все, собственно. Окей. К боссу я сразу зайду. Опять Литтехорн какой-нибудь? Естественно. Куда же без этого? Вау. Перестань телепортироваться, дай мне в тебя пострелять. Я начинаю ненавидеть этого босса. Он хороший в плане механики своей, но, блин, он долгий. С его постоянными телепортами и нежеланием самоубиваться. Ммм, пластырь это неплохо. Куча сердец разных. Но сердца они меня не спасают. Они помогают мне дольше прожить, но они не помогают мне проходить игру, скажем так. Я бы предпочел урон. Ну, хотя и то, и другое важно. Окей. Уменьшение моего размера ничего особого мне не дает. Огненные бомбы я не хочу. Эту фигню я тоже не очень хочу. Пробой. Не знаю даже. Но это я точно не хочу. Так что, видимо, я еще вот эту монету сюда засовываю и, может быть, ищу еще монет. Да. Пробой стоило, наверное, взять. Он полезен. Ну, дракана, пауки и мухи. Дайте денег. Это не деньги. Бомба тоже подошла бы. Не хочу оставаться без предмета на первом уровне. Я также не очень хочу рестартить этот ран сейчас, потому что у меня уже есть пластырь, который довольно, довольно неплох. как первый предмет. Я бы предпочел его найти как второй или третий предмет. Ну, предмет с босса на втором или третьем уровне. Да. Какого черта вы туда не попали ни разу? Ну, а как первый тоже окей. При условии, что я смогу найти нормальный предмет в комнате с предметом, что пока что не очень получается. Я, конечно, кучу времени трачу на этот первый уровень. Но если я сейчас не зареролю ничего полезного, то я рестартну. Да, так что не важно, сколько я времени на него трачу. Потому что он бессмысленный все равно. Надо было просто взять пробой и пойти дальше. Пробой был достаточно хорошим. Там, по-моему, еще и пробой плюс синее сердце или что-то подобное. Пробой мне нравится. По крайней мере. Большие комнаты это всегда хороший повод нажать пробел за лилит. тем более за такие большие комнаты, которые в 3 или в 4 комнаты размером. За них дают два заряда предмета, а не один. здесь бы тоже очень хотелось бы, но, не знаю, мне лень было идти направо и пытаться зарядить предмет там еще раз. Ну, да, это тоже вариант. Наверное, надо было сразу это сделать. И теперь здесь я могу снова нажать пробел и все, убить. Хотя, учитывая набор врагов здесь, наверное, проще опять же сделать так. Это пока что тоже, мне кажется, хорошим кандидатом на рестарт. просто из-за того, какие мне комнаты попались и, в общем, того, что мне пришлось пару раз урон получать, чтобы их пройти нормально. То есть, нет, я мог бы сидеть 40 минут в той, в первой четверной комнате и 40 минут там все убивать. Это, по-моему, не самая лучшая идея. Да, это определенный рестарт. окей. Ну, подходи. Что-нибудь хорошее. Не везет. Совсем не везет. Да, блин. Я вижу врагов, которые рандомно стреляют в тот же кадр, когда я меняю фазу. Ключ это хорошо. Куча пауков это нехорошо, так что второй инкуб пригодится или получение урона тоже пригодится. Все равно это рестарт. Прямо вот хоть в рестарте пока не будет предмет в стартовой комнате. Я готов пойти дальше, если я найду хоть что-нибудь полезное, а не очередной активный предмет, который мне нафиг не нужен. Но пока что игра очень хочет давать мне все активные предметы. я буду рестартировать, пока не будет предмета в стартовой комнате, чтобы не тратить время на то, чтобы его искать еще. Луна и... Нет, это все нехорошо. Ладно. Это тоже нехорошо, но это хоть что-то. Это хотя бы весело, если оно работает вообще. пока что оно не работает. Возможно, оно вообще не работает. Да, видимо, оно просто не работает на лилит. Окей, тогда рестарт. Бесполезный предмет это нехорошо, который ничего не делает. Активные предметы. Мне попадаются активные предметы, и мне попадаются предметы, которые ничего не делают на этом персонаже. Как мне везет. мне не попадаются комнаты с предметами на старте. Да... Что такое? Вообще охренеть. Активный предмет и... Активный предмет. Я зарежулю эту бомбу в активный предмет. Нет, но... Ну, ладно. Это два уровня. Нет, я не согласен. Если бы это... Если бы просто эта копилка выпала на первом одинарном уровне, одиночном уровне, я пытаюсь то и другое сразу сказать, то я бы ее просто взял и пошел дальше, но это двойной уровень. Ладно, этот уровень я играю, потому что козлиная голова это офигенно. То, что не офигенно, это тот факт, что я начинаю с неполной жизнью, как бы, но... что поделать. Окей. Может быть, здесь еще и предмет будет нормальный в комнате с предметом. Козлиная голова дает гарантированные сделки с дьяволом всегда, где я могу их получить. То есть, на первом уровне ее все равно не будет вроде бы, но со второго до... до собора будет на каждом уровне по сделке с дьяволом. Не включая собор, естественно. Независимо от того, сколько я там урона получаю, сколько... сколько я сделок этих получаю, покупаю я там что-нибудь или нет, но... Если я ничего не куплю у дьявола, то будут комнаты с ангелом... Ну, смогут комнаты с ангелом спавниться. Это не очень хорошая муха. Она дамажит любых врагов, не только мух. Не уверен, блокирует ли она выстрелы. Наверное, да, но я не уверен с такими вот мухами, которые далеко летают. Но она дамажит врагов довольно слабо. Ну, что поделать. Хотя бы это лучше, чем ничего. Это какой-то источник урона, который можно иногда использовать. Не так уж часто, но все-таки. Скорее всего, я не смогу до босса зарядить еще раз свой предмет, но эта комната достаточно неприятная. Хотя, учитывая, что это взрывные пауки, не такая уж она и неприятная. И да, естественно, я не смогу зарядить свою коробку. но что поделать. Иногда так неудачно уровень генерируется. Ну, хотя бы это не сложный босс. Несложный и немобильный босс, так что муха довольно полезна. куча синих сердец тоже довольно полезна. Это не то, что я хотел бы получить на первом уровне, но сойдет. Окей. Интересно, когда-нибудь эта кнопка что-то полезное делает? или она всегда спавнит врагов? Эта бомба не там, где я могу ее использовать. Окей. Предмет будь хорошим. Я даже не знаю, наверное, не стоило подбирать. Хотя я не уверен, что она вообще работает, но чарм это, как и все статусные эффекты, это абсолютная хрень, скажем так. Ну, не все, заморозка полезна. Упс. Но, нет, он работает, но чарм он просто делает врагов непредсказуемыми иногда. Два сундука это повод сразиться с боссами здесь. Тем более, здесь два легких босса. Тем более, я смогу зарядить коробку, ящик, сундук. Муха тоже удваивается, да. Это плюс. Так что, всякие кубы мяса, кинжалы жертвенные, еще такие мухи, которые вокруг меня летают на большом расстоянии. Еще всего этого подбирать было бы неплохой идеей. Я получу урон, скорее всего, где-то здесь. Да, но мне лень это все зачищать, но это не очень нормально зачищается. Оберинт, хватит. мне нужна еще одна комната. Это займет время, но я не хочу к боссу незаряженным идти. Но придется, потому что еще одной комнаты у меня нет. Скоро тут? Да. Можно тут вообще поставить, чтобы до всех четырех достало? Нет. Ладно. Сплющенная монетка это при подбирании денег иногда дропаются ключи. Полезная штука. ну и раз уж у меня есть чарт. Рискнул. Не уверен насколько это поможет, но да, это недостаточно поможет. Я очень хочу вот эту хрень, потому что она удваивает мой активный предмет. Удвоенный мой активный предмет это собственно удвоенный мой активный предмет. То есть я буду два раза удваивать своих чемпионов, а миньонов. ну пришло время убивать все костры, потому что из них иногда падают деньги. да, да, долго, но спавнить двух дополнительных этих инкубов это намного более ценно, чем спавнить одного дополнительного инкуба. Там ничего нет. так так если есть хоть какой-то шанс накопить 15 монет я буду пытаться. Естественно я накоплю 14 и все. И больше никакой возможности достать монеты не будет на этом уровне. кто бы сомневался. Я посмотрю на босса сначала. Может быть босс дропнет деньги. Ну он может дропнуть пару предметов которые дропают деньги. и у дьявола еще костры могут быть. Интеграмма это хорошо. Повышение урона у дьявола костры действительно есть. Их много. Я не уверен правда что костры у дьявола могут дропать деньги. Это конечно скорость и урон но это не деньги. Я рискнул. Может быть мне хватит этих двух бомб. Да. Отлично. Удвоение активного предмета. Соответственно сильно больше ДПСа из-за этого. Гимпи предмет который я взял у дьявола. При получении урона я иногда дропаю синие сердца и при убийстве врагов они иногда дропают половинки красных сердец. Полезная штука. не то и другой по-моему скейльц от удачи по какой-то мере. Блин муха убивать удобнее чем минкубом. по-крайней мере она более предсказуема в том плане куда она наносит дамаг. Тут ничего хорошего. Окей надеюсь мне хватит жизни чтобы дожить до чего-нибудь. окей боблин нет антигравитация подбирать не буду она не очень хороша это не помогает это тоже не помогает в руки которые спавнят врагов почему это всегда так хреново это более полезный тринкет при получении урона мне дается больше неуязвимости чем обычно причем заметно больше ну конечно ключи при выбирании денег спалнить это тоже очень полезно но у меня я думаю уже хватает ключей а вот неуязвимость при получении урона это офигенно я немножко не успеваю на басраж ну себе и не то что не успеваю но надо бы ускоряться для того чтобы него попасть не вижу эту комнату навсегда в ней получаю урон если нельзя если нет выхода справа если есть выход справа то я никогда в ней не получаю урон если нет выхода справа то всегда ну за исключением тех ситуаций когда у меня есть полет тогда вообще пофиг где там выхода и где где что чёрт дпс не хватает я полно ключей дошел ли я на этом уровне предмет не знаю и не важно наверное потому что мне лень бегать по уровню на котором нет карты и мне надо все-таки немножко спешить так что сразу боссу и на выход на теперь меня три миньона и три мухи это очень даже неплохой дпс скорострельности сине сердце и все собственно здесь ничего такого что я хотел бы подбирать или мог бы подобрать окей дайте карту окей карта есть уже хорошо допустим так быстрее до перезайти ну две бомбы от хороший хороший этот назвать в общем неплохо для этого чувака что он две бомбы за 9 монет дал с этим ничего сделать не могу пока что или вообще не уверен стоп какого хрена у этого врага же нет контактного урона как он других врагов убивал под чаром предмет будет ли он чем-то полезным он не будет чем-то полезным ладно лев позволяй этого мать блоки наступай на них это не полезно потому что если у меня появится полет я не смогу висеть над блоками собственно использовать их как щит и это довольно печально но с другой стороны это слегка полезно потому что я могу секретки находить секретные камни взрывать без бомб ау чёрт эта муха слишком похожа на мою муху ну и плюс это еще немножко вредно тем что я могу случайно наступить на какой-нибудь блок который который например взрывается или еще что не делает комбин концепшн наконец-то сработало и заспавнило мне демонического ребенка он заспавнился в моем инкубе так что они застаканы теперь в общем он стреляет сам без моей помощи по ближайшему врагу но только на очень небольшое расстояние и с не очень большим дпс но он тоже утраивается чёрт ненавижу эту комнату я ненавижу вообще все что связано с этими врагами и с любыми другими телепортящимися или подобными в общем врагами закапывающимися но эту комнату я ненавижу особенно почему нет fallen дай мне что-нибудь полезное чёрт ну это что-нибудь относительно полезное и это крампус естественно мол в the void если я держу атаку 3 секунды и потом отпускаю её то вокруг меня но это не работает с лилит окей почему с ней не работает столько полезных эффектов я начинаю ненавидеть этого персонажа это же не стрельба какого хрена ну ладно повышение урона с дальностью и пойду отсюда в общем мол в the void он кольцо из brimstone вокруг меня создают если я 3 секунды держу атаку и потом отпускаю её если бы оно работало я был бы очень рад потому что это хороший дпс это вообще хороший полезный предмет но оно не работает со страной лилит чармы этих чуваков вообще делают непроходимыми потому что они начинают тупить и всякую фигню делать полная жизнь мне не помогает красные сундуки мне не очень помогают и живучести у меня никакой нет я удивлён что меня не убил этим brimstone но скорее всего этот ран тоже ничем хорошим не закончится ну и это очевидно последняя рана на сегодня всё так хорошо начиналось ну не везёт мне с предметами очень часто ну серьёзно сколько сколько было рестартов из-за активных сраных предметов это очень плохая идея потому что это просто понизило мой урон и оно тоже не работает кто бы мог подумать это даже не рерол меня я бы с радостью зареролил себя может у меня жизнь бы от этого появилась но это не рерол меня это рерол сраного уровня да я наступил на него не глядя ну в смысле я видел что там пять но я в общем у меня как это сказать я был уверен что я наступлю на него независимо от того что там окей и естественно единственный ну нет второй раз когда геймпи дропает мне синее сердце это тот выстрел от которого я умираю ну да надо было качать качать удачу в реале может было бы получше ну ладно я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был Ваймс пока пока